Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы будем читать 13 главу. 13 глава, она предохраняет верующих от лжепророков и о тех могучих волшебников, колдунов, которые могли бы уклонить их в идолопоклонство. Например, мы знаем, что Антихрист будет обращать целые народы великими чудесами и знамениями, и даже огонь будет сводить с неба и мертвых воскрешать. Итак, 13 глава. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей. Видите, как здесь говорится, там чудеса, знамения, пророчества, но если это уклонение от истинной веры, мы это не принимаем. Далее. «Господу Богу вашему последуйте, и его бойтесь, заповеди его соблюдайте, и глаза его слушайте». Ну, немножко непонятно. «Господу Богу вашему последуйте» – имеется в виду, на какое поприще он вас направит. «И его бойтесь», то есть бойтесь нарушить его волю, «заповеди его соблюдайте, и глаза его слушайте, и ему служите, и к нему прилепляйтесь». Немножко тоже непонятно, как мы, простые люди, можем слышать его глаз. Это что, рекомендация для пророков? Нет. Мы слышим глаз Божий через чтение Слова Божия. «И к нему прилепляйтесь», то есть всем сердцем своим, всем помышлением своим. Это действие любви, то есть прилепляться к Господу, это всецело следовать за его волей. «А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавляющего тебя из дома рабства, желая своротить тебя с пути, по которому заповедовал тебе идти Господь Бог твой. «И так истреби зло из среды себя». То есть мы ни в коем случае не принимаем другие формы религии, по-еврейски «аводозора», «чуждое служение», «имей поклонение только Богу». «Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын отца твоего, или сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря, пойдем и будем служить богам иным, о которых не знал ты и отцы твои». Здесь сказано, что если жена даже на лоне, то есть на кровати, это особо доверительный момент между мужчиной и женщиной, если она будет уговаривать отступить от веры, этого нельзя делать. «Богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе, или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого, то есть будут уговаривать служить им, то не соглашайся с ними и не слушай его, то есть даже родственника, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его, твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки всего от него народа. «Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Тогда законы были действительно очень строгие по таким вопросам, позже. Позже все это очень изменилось. Во времена Христа было много евреев, иудеев, которые принимали чужую веру, и никто их камнями не побивал. «Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». А тогда-то они только становились народом. Любое уклонение могло разрушить их, как нацию. «Весь Израиль услышит сие и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла». То есть это было примерное наказание. «Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города, их, говоря, «Пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали, то ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси, если это точно правда, что случилась мерзость и я среди тебя, порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его, порази острием меча». Христиане это делают тоже с помощью меча, но какого меча? Обоюдоострого. Обоюдоострый меч – это заточенный о двух концах, это Библия, Ветхий и Новый Завет. То есть мы не берем меч физический, а берем меч духовный и помогаем идолопоклоннику отречься от ложного пути своего. «Всю же добычу его собери на середину площади его и сожги огнем город и всю добычу его во всесожжение Господу Богу твоему, и да будет он вечно в развалинах, не должен никогда вновь созидать его». Вот Ерихон был предан заклятию. «Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей, дабы укротил Господь ярость гнева своего и дал тебе милость и помиловал тебя и размножил тебя, как он говорил тебе, как клялся отцам твоим». Но мы знаем, что Господь на Ерихон, Господь Иисус Христос, не нападал с мечом, а он пришел с милостью и спас Закхея. А через Закхея, начальника Мытарии, очень многие другие люди спаслись. «Если будешь слушать глаза Господа Бога твоего, соблюдая все заповеди его, которые ныне заповедую тебе, делая доброе и угодное пред очами Господа Бога твоего». Вот при таком случае будет благо и не будет никакого вреда ни от колдовства, ни от волшебства, ни от какого-то ложного учения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok